всем привет я евгений ковальчук и вы на канале веб-дев канале посвященном веб-разработке и всему что с ней связано и добро пожаловать в первый урок посвященный языку разметки html и в этом видео мы с вами рассмотрим структуру базового документа и прежде всего я создам файл индекс html и название этого файла не случайно все дело в том что это общепринятое название для обозначения домашней страницы вашего сайта это так сказать корневой файл вашего проекта и когда вы например открываете какой-то url адрес то браузер автоматически в первую очередь грузит именно этот файл после чего происходит загрузка всех ресурсов которые описаны внутри данного html документа еще одним важным нюансом является то что этот файл должен лежать именно в корне проекта они в какой-нибудь внутренней папке и это важно и так с именованием определились теперь переходим к разметке для работы я буду использовать редактор кода атом эта информация для тех кого интересует каким редактором кода я пользуюсь ссылка на него кстати будет в описании под этим видео смотрите что мы можем сделать сейчас фактически мы можем написать нашу любимую и многострадальную фразу hello world которая повышает скилл программирования на плюс 10 абсолютно в любом человеке и давайте посмотрим на результат в браузере как вы можете видеть наша надпись прекрасно отображается а это значит что браузер отлично работает и воспринимает даже не валидный документ автоматически исправляя проблемы запомните пожалуйста это утверждение так как в будущем мы затронем такую тему как валидность html документа однако давайте откроем браузерный developer tools или инструменты разработчика и если вы только начинаете погружаться в мир веб разработки то имейте ввиду что работать с этой панелью вы будете постоянно теперь переходим во вкладку elements и что мы видим вокруг одной надписи у нас появились дополнительные теги которые мы не указывали как было сказано браузер сам исправил невалидный документ и расставил необходимые обертки для того чтобы документ стал валидным однако давайте теперь вернемся в наш созданный файл и рассмотрим базовую структуру html документа набирать вручную мы ее не будем для ее генерации существует удобное сокращение все что нужно сделать это поставить восклицательный знак и нажать клавишу tab такое сокращение называется сниппетом готово базовая разметка у нас есть давайте в ней разбираться итак первой строкой у нас идет так называемый доктайп это своеобразный флаг который обязательно должен указываться в любом html документе он помогает определить браузеру какая версия языка используется в настоящее время последняя версия стандарта html это html 5 данный стандарт внес кучу новых возможностей такие как семантика мультимедиа графика доступ к устройствам и еще много всего интересного все эти новые возможности мы разберем в данном курсе однако для того чтобы браузер понимал что используется именно последняя версия стандарта и прописывается доктайп кстати у него очень минималистичный синтаксис который просто запомнить даже без автозамены для примера предыдущая версия доктайп для версии html 401 выглядела примерно следующим образом и запомнить ее было то еще задачей ну да ладно да кстати так это специальный управляющий код записываемый в угловых скобках и если html это язык разметки то тег это элемент разметки от доктайп перемещаемся к тегу html это тег который оборачивает весь документ и внутри которого добавляется все содержание давайте сразу пройдемся по синтаксическим нюансам все теги делятся на две большие категории это парные и одиночные на экране вы можете видеть оба варианта и так парный тег это тег который имеет открывающую и закрывающую части это html head title body у одиночного тега как нетрудно догадаться закрывающей части нет это у нас тег мета сразу обратите внимание на то как выглядят оба варианта и как они оформляются в будущем мы будем рассматривать еще больше различных тегов и все они будут либо парные либо одиночные также тег может содержать так называемые атрибуты это лэнг у html и чарсет у мета порядок атрибутов внутри тега значения не имеет однако имейте ввиду что у каждого тега есть свой набор атрибутов не переживайте все это мы постепенно будем разбирать по мере того как уроки будут усложняться атрибуты помогает расширять стандартные возможности тега дополнительной функциональностью в нашем случае у атрибута лэнг есть значение и н как нетрудно догадаться это значение служит для определения основного языка в документе если ваш сайт будет на русском языке то и н обязательно нужно исправить на ру ну а атрибут чарсет говорит о том какая кодировка используется в документе в нашем случае это utf 8 и в действительности это самый распространенный вариант кодировки именно поэтому он включен в сниппет базовой структуры двигаемся к следующим тегам любой html документ содержит две важные секции это head и body head это своеобразный вспомогательный тег который содержит все необходимые данные о html документе это может быть заголовок описание различная seo информация подключение стилей шрифтов мета информации и еще много всего тут важно запомнить две вещи внутри этого тега указывается именно различная вспомогательная информация и описательная информация документа и второе данные указаны внутри этого тега не рендерится на странице браутера body это тег который содержит всю разметку html документа и именно эта часть будет отрендерена именно внутри этого тега вы будете описывать всю разметку помещать весь необходимый контент и медиа и вот теперь получив знания о базовой структуре мы можем отобразить наш заголовок hello world как вы можете видеть я не просто написал этот текст а обернул его в тег заголовка h1 или h1 что это за тег и зачем он нужен мы разберем чуть позже однако здесь важной мыслью является то и это обязательно нужно запомнить что абсолютно любой контент который отображается на веб-странице должен быть обернут в определенный тег который описывает этот контент пока что мы не разбирали еще ни одного тега который используется для хранения данных однако все еще впереди поэтому обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие уроки и ставьте лайк под видео также напоминаю что код из видео можно писать либо вместе со мной либо найти в гитхаб репозитории ссылка на него будет в описании под каждым из видео этого курса ну что ж увидимся в следующем выпуске пока 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 пока